Если говорить в цифрах, то это более 1300 человек, которые пойдут на первые рабочие места с соответствующими направлениями по трудоустройству. Я думаю, что будет еще и дополнительная потребность, потому что, несмотря на то, что мы уже провели распределение и наши выпускники, как правило, проходят преддипломную практику на тех предприятиях, куда они потом придут на работу, все равно еще есть и дополнительные заявки не очень оперативных нанимателей, которые, тем не менее, хотели бы получить к себе в коллектив молодого специалиста, выпускника Белорусского государственного университета, информатики и радиоэлектроники. Те требования, которые наниматели предъявляют к молодежи, мы их достаточно успешно стараемся выполнять, причем, наверное, это во многом и заслуга наших партнеров-заказчиков кадров, которые вместе с нами достаточно активно участвуют в формировании современного содержания образования и организации образовательного процесса, формировании практических компетенций у наших выпускников, особенно на старших курсах. Льготы для молодых выпускников есть те, которые предусмотрены законодательством, это связано с увеличением выплат по заработной плате, если человек имеет статус молодого специалиста. У него, как правило, более высокий уровень социальной защищенности, вместе с тем очень много может сделать и сам наниматель дополнительно, если он заинтересован в этом молодом специалисте, если он хочет стимулировать его профессиональное развитие, ну и, понятное дело, полезность молодого выпускника для компании, для предприятия, ну и, конечно, для непосредственно его самого и его профессиональной самореализации. В этом году у нас завершает обучение и подлежат распределению на дневной форме бюджетное обучение 720 человек, но на сегодняшний день мы имеем свыше 1800 заявок. То есть мы можем удовлетворить потребность организации, которые хотели бы получить педагогические кадры только на 40%. Особенно большая потребность сегодня в выпускниках факультета дошкольного образования, факультета начального образования. Наши выпускники в основном распределяются в регионы Минской области и город Минск, и здесь большая потребность. И, конечно, все заявки удовлетворить мы не сможем. Поэтому у нас не просто стопроцентное распределение в последние годы, у нас даже мы готовы увеличить подготовку специалистов по этим специальностям, если будет такое решение принято Министерством образования по заявкам областполкомов областных управлений образования. Субтитры создавал DimaTorzok